Весна в этом году принесла ульяновцам много проблем. Несмотря на то, что зима была не такой снежной, как предыдущие, паводок застиг жителей нескольких районов области врасплох. Больше всего досталось Радищевскому и Николаевскому району. К примеру, в селе Канадей подтопило 10 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 12 человек. Из-за промерзания грунта и резкого потепления пошло обильное таяние снега. Уровень воды в реке с изранка повысился. Ситуацию усугубил ледяной затор со стороны Новоспасского района, из-за которого затопило часть дороги между Малой Андреевкой и Новым Тамышево. В настоящее время на реке работают специалисты службы гражданской защиты. Сегодня там начнутся взрывные работы. Вышла из берегов и река Березовка в Радищевском районе. В результате подтопило 118 придомовых территорий. 236 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения, а спасатели и профильные службы откачивают воду. А вот жители Больших Ключищ знают спасателей в лицо. Каждый год весной мост в селе затапливает. На месте постоянно дежурят специалисты, которые переправляют людей с одного берега на другой. В сутки переправляем порядка 15-17 человек с одного берега. Это детишки, кто в школу, также люди на работу. Все средства спасения у нас готовы. Спасательный жилет, лодка с мотором. Все в готовности. Губернатор поручил Министерству транспорта, проработать возможность реконструкции мостового перехода и представить варианты по организации альтернативного проезда в зоне подтопления. В областном центре внимание коммунальных служб приковано к мостовой, пригородному, Боротаевке, Вырыпаевке, селу Луговому. Ведется круглосуточный мониторинг зон подтоплений на территории города. Активные зоны подтопления – это у нас Ленинский район, микрорайон «Мостовая сельдь», Засвияшевский район, железнодорожный район. С 1 марта ведутся работы по очистке вода от пропускных труб. На мостовую заезжал губернатор. Там планируют укрепить дренажные канавы. Многие годы часть домов в микрорайоне подтапливало. Но благодаря своевременной прочистке канав и труб, серьезных проблем удалось избежать. В апреле подрядчик будет переделывать дорогу по улице Звездной, где не предусмотрены уклоны для воды. Дорога сделана по БКД, находится на гарантии. Есть с тем, что принято решение, что мы установили бордюры. Раньше этого никогда не было. Наблюдаем сейчас несколько скоплений. Сейчас принято техническое решение сделать несколько гирлянд, перехватывающих воду здоровья. При проектировании микрорайона Репина Искра в свое время не предусмотрели нормального водоотведения. Поэтому все талые воды по традиции стекают в мостовую. Чтобы в будущем избежать подтоплений, дренажные канавы укрепят специальными бетонными лотками, которые изготовят для поселка.